Один из многочисленных видеороликов, выложенных в интернете. Две соседские семьи во дворе своего дома с помощью кулаков решают, кому где парковаться. Проигравшая сторона в итоге освобождает занятое место. Такие разборки в пермских дворах не редкость. Чтобы индивидуальную парковку никто не занял, автолюбители начали ее огораживать. Еще несколько лет назад во дворах вот такие столбики и ограждения были достаточно редкие. В настоящее время практически в каждом дворе можно наблюдать такую картину. В каких случаях это законно, а в каких банальное самоуправство? Попробуем разобрать. Итак, в вашем дворе появились столбики, цепи и тросы. В первую очередь юристы рекомендуют обратиться в управляющую компанию или ТСЖ дома и узнать, проводилось ли собрание жильцов по этому вопросу. Согласно жилищному кодексу, придомовая территория принадлежит собственникам жилья и решать, как ее использовать они могут только совместно. Ставить автомобиль в определенном месте и огораживать его легкой конструкцией можно лишь в том случае, если на собрании две трети жильцов высказались за. Действительно принято решение предоставить под временную стоянку автомобиля этот участок каким-то лицам. Но при этом должен быть соблюден баланс интересов. То есть, как минимум, должно остаться место для того, чтобы и остальным вставать. Если же весь свободный земельный участок распределен конкретным лицам, остальным просто стать негде. Нарушаются их права, безусловно. Это основание для предъявления иска в суд. Если же протокола собрания жильцов нет, огораживание присвоенного парковочного места можно расценивать как самозахват. А это уже статья кодекса об административных правонарушениях. Штраф за такое самоуправство предусмотрен в размере до 60 тысяч рублей. Установка таких столбиков будет, конечно же, незаконной. Но, на мой взгляд, это не значит, что теперь нужно приходить и ножовкой эти столбики самостоятельно спиливать. Хоть это незаконно установлено, это какое-никакое чужое имущество, на мой взгляд, лучше обращаться в суд и ставить вопрос о демонтаже. Вот обычный двор многоквартирного дома в микрорайоне Садовой. Вся придомовая территория в столбиках и стальных тросах. По словам местного жителя, вроде как все законно. Места выделены по решению собрания ТСЖ. Мы установили, что если мы ставим сюда машины на нашей территории, мы должны за это платить соответственно. В данном случае сбор денег за парковочные места никаких законов не нарушает. Эти средства идут на нужды дома. Но пока таких примеров цивилизованного решения проблем в Перми, увы, не так много. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.